Теплицы требуют особого внимания, так как немного отделены от остальной экосистемы. В частности, почва в теплице не получает естественных осадков, а вместе с ними некоторых важных веществ. В этой связи рекомендуют осенью в сентябре-октябре уже после уборки урожая еще раз хорошенько пролить гряды в теплице самостоятельно. Причем в воду лучше добавить натуральную подкормку для почвенной микрофлоры – обычное молоко. Оно способно питать не только телят, человека, но и почвенные бактерии. Такое удобрение, помимо создания благоприятной среды для развития бактерий вносят в почву важнейшие в период осени микроэлементы – фосфор, магний и калий. При этом следует помнить, что молоко нужно применять только в разбавленном виде. Для этого разведите 1 литр молока в 20 литрах воды и полейте землю из лейки этим простым составом, столь полезным для почвенных обитателей. Одного такого полива за осень достаточно. Слишком большая концентрация молока в земле даже может повысить ее кислотность. Причем продукт желательно использовать в сыром виде. Многие на практике пришли к выводу, что термическая обработка значительно снижает полезные свойства натурального удобрения. Но вот использование сыворотки для тех же целей показало свою не меньшую эффективность. Наглядный признак, по которому можно сказать наверняка, что плодородие почвы в этом месте повысится – это явное увеличение активности и количество дождевых червей в месте полива молочным раствором. Это работает, используйте! Желаем вам море томатов и пер.